Аварим, реакция и мнение. Сегодня 2 октября 2021, уже ночь практически, уже практически третья. А 30 сентября появилась такая новость. В сети появился ролик о том, как выжить без тепла в Германии. Ну и сейчас покажу. Сам ролик вот и ссылочка в официальный твиттер аккаунт. Просмотров уже набежало 46 тысяч. Но, как я показываю, всего один день назад этот ролик появился в русскоязычных СМИ. Уже день он точно в русскоязычных СМИ есть. Причем форсят его достаточно сильно. В новостях уже показывают и так далее. Нагнетаю, так сказать. И, значит, что ж тут написано на немецком? Во-первых, что это за аккаунт? Это вот аккаунт BBK какая-то. Сейчас прочитаю перевод. Это типа МЧС их немецкая. Добро пожаловать на официальный твиттер канал Федерального управления гражданской защитой и помощи при стихийных бедствиях. Ну, то есть, типа немецкая МЧС. И на этом аккаунте вот отсчет много чего выкладывают, какие-то акции, что-то раздают. То есть, так себе аккаунт просмотров вот вообще ноль комментов, один коммент, 22 лайка. Ну, такое себе. То есть, вы, наверное, тоже в твиттере МЧС, он по-любому есть, тоже не сидите, я думаю. Поэтому для такого твиттер-канала, не очень крутого, вот этот ролик. Он, вот, 30 сентября. И, значит, что тут написано. В русскоязычных так он называется. А что тут написано? Что делать в случае полного сбоя? Первый общенациональный. Посвящен блок-аут с большим количеством программ информации и живых упражнений. В эту субботу 10 на что-то там ссылка. То есть, во-первых, подготавливаю к тому, что может блок-аут быть. То есть, это и тепло, и свет, все могут отключить. Это важно. Потому что, если предупреждают, возможно, что-то будет. Они что-то знают. Так же самое, как непонятно, почему сейчас, вроде как, Китай же борется с Австралией за уголь. Отказались там. И теперь, значит, свой коксующий уголь, который очень экологию загрязняет, использует. Свой внутренний, у них просто хуже намного, чем австралийский уголь. Ну, вроде как, называют это экономической войной. В общем, Китай виноват. Но, на самом-то деле, это нагнетание кризиса. И я покажу, почему. Ну, скорее всего. Доверять не буду. Вы же все великие геополитики. Вы сами будете рассказывать, что существуют страны. Значит, что они борются. Экономика. Страны не управляются из-за единого центра. Каждая за себя, значит, да. Да, конечно. Вроде как, за последние годы и не стало понятно, что есть глобальное управление. Ну, ладно. То есть, это тоже часть этого, как бы, энергетического плана. Плана по сокращению добычи энергии или выброса энергии, или теплового следа, не знаю, как это назвать. Или просто уничтожению экономики. Давайте так проще. Просто глобально уничтожается всемирная экономика. Когда люди все перейдут на пособия, им будет легче управлять и заставить их ширнуться. Ну, понятно, чем, от чего и как. И это один из способов манипуляции. Давайте о цифрах. 46 тысяч пока накапало. Я не видел, сколько оригинально ролик собрал, когда он еще не был в русскоязычных СМИ. Но теперь уже 186 комментов. 197 лайков. То есть, пошло движение. Я уверен, что остальные ролики тут вообще ни о чем. Ого, нифига себе. Я не мотал сюда. Что это такое? Какие-то чужие. Что тут написано? Нифига себе. Не ожидал, что тут на этом скучном канале будет такое. Что-то связанное. Не забывайте включить твиттер-канал. А, мы представляем новую компанию, фору, препят, на тему самозащиты в прямом эфире. Если во время стрима у вас возникнут какие-то вопросы о компании, понятно. То есть, они еще и прямые эфиры проводят. Ну, во-первых, опять же, как у любого МЧС, напоминаю, у всех МЧС есть обязательно треугольничек. Глазик, как сказать. Ну, пирамидка, в общем, у всех МЧС. Посмотрите, Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан. Вот, оказывается, и тут у них тоже чистое лого вообще. Пирамидка масонская. Вообще, ноль комментов, 6 ретвитов, 23 лайка. Офигеть, много как. То есть, эти стримы всем очень нужны, я смотрю. Очень прям нужны. Но что это такое? А? Что это такое? К чему это? Тарелки летающие, ну, я ж не придумываю. Ага, требуют реакцию. Короче, не покажет мне большую картинку. Ну вот, ну, тарелки летающие, луна какая-то вон, молнии, и прилетели вот такие захватчики. Значит, офигеть. Ай. Вот-вот начнется. Ага. Ну, это как бы одновременно и нагнетают. Вот-вот начнется, типа, вот, вот эти вот прилетят. Проект любим или что-нибудь? Или просто откроют лечиду? С рептилоидами, которые скрываются, значит, просто прибыл человеческий облик. Как в фильме напоминаю, обязательно посмотрите фильм 1988 года, который вам предсказали квадрокоптеры. Тотальную слежку, это «Чужие среди нас». «The Life», «The Live» называется. Режиссера Карпентера, который снял «Нечто», поэтому «За Синг». Так что обязательно посмотрите, если не видели. Фильм того стоит. Пара очки, которые выявляли инопланетных захватчиков. Которые давно уже среди нас. Так что, и так же сам Медведев, напоминаю, говорил. Документальный фильм «Люди в черном». Документальный фильм. И насчет Медведева мне забанили ролик, кстати, раз я уже вспомнил. Тут было не про это, я отвлекаюсь, но все равно. Значит, вот, Медведев иначе распространить болезнь будет просто невозможной. Оговорочки по Фрейду, оговорка по Фрейду, в общем. Вот такое видео мне удалил Ютуб. Без права апелляции. При том, что где-то медицинская информация, если я просто процитировал Медведева. Понимаете, к чему я веду? Понимаете? То есть, правда скрывается. То есть, даже нельзя просто показать Медведева, который говорит, оговорочку. Ну, а теперь уже понятно. Вначале начали с этого. А потом, слово, которое вообще нельзя называть. И вот это сочетание. Ну и вообще, бан слов очень много. Теперь половина комментов, которые мне пишут, не проходит. Я их вижу, как бы, но не до конца. Там в уведомлении только то, что влазит первые там три строчки. Потом их банят. Ютуб. И еще после этого ввели, что теперь уже правила нельзя выбора оспаривать. Ну, много там. У меня ссылки есть в сообществе. Ну, а теперь к ролику. Всего 46 тысяч. Завтра, наверное, будет 100 тысяч просмотров, потому что накидали все СМИ сюда ссылки. Но, даже таким маленьким количеством уже, как бы, хайп поднялся немаленький, я так понимаю. В общем, сидит старушка, мерзнет. Звук не буду включать. Да и показывать не буду. Значит, создать вот такую установку. Там свечку поставить, что-нибудь. Наверное, продаются даже такие установки. И греться. Много, конечно, и не нагреешься, как турист, я не знаю. Это даже руки особо не согреешь такой фигней, но показывают, показывают, вот. И потом, значит, к ней приходит, я так понимаю, дочь с молодым человеком. И кто ж у нас молодой человек? Какой же он, а? Какой молодой человек? Пусть сидит там, где ему теплее. А, ну, он тут родился, да. Всё, он уже местный. Вот. И старушка, да, его мило смотрит. В общем, опять же, даже тут. Почему видно, что ролик немецкий? Это потому, что, значит, вот, что прививается. Ну, так, цеховой ролик. Всё стандартно. Ну, в общем, вот это такой способ греть руки. Такая же офигня полная. Только руки и согреешь. А спина. А ноги. Ну, в общем, бред, но, тем не менее, ладно. Ролик надо было выпустить, его выпустили. Хайп подняли. А хайп в чём? Что значит Россия зажимает газ и так далее? Я хоть в Украине живу, но я понимаю, что вот эта схема с покупки, как Украина покупает газ абсолютно в любой стране, по несколько раз за высшим тарифом, тот же российский, который идёт через Украину, и покупает, получается, тот газ, который через нас проходит. То есть это способ просто доить население и управлять в том числе. Потому что, напоминаю, ЖКХ не просто так дорожает, потому что, значит, экономика слабая и так далее. А в том плане, ЖКХ – это всегда процент от доходов населения. То есть чем ты больше зарабатываешь, тем больше у тебя будет расти ЖКХ. Ну, к Украине и России это, наверное, неприменимо, но в развитых странах как раз контролируют оборот лишних денег как раз проблемами ЖКХ. То есть ты там треть всё равно должен отдавать, что в развитой стране, что в неразвитой. Другое дело, что там относительно зарплаты в развитых странах, продукты дешевле, вот что важно. Поэтому у нас половина ещё на продукты уходит, а то и 60-70% дохода уходит на продукты. Остальное – ЖКХ. И то, что осталось, если что-то осталось, то одежду там на какие-то потребности. Но это я говорю про обычных работях, а не про бизнесменов и так далее, которые там выбирают машины себе и так далее. Ну, и на ипотеку ещё. Ну, учитывая, что в развитых странах ипотека под 2%, то о чём тут говорить, или под 11%, там от страны зависит, оно ещё и меняется. Ну, и у нас. Сравните, у нас какие ипотеки, в общем, всё понятно. Но ЖКХ в любом случае, в любой стране – это способ контроля. Это один из основных способов контроля населения. Именно, чтобы оно не откладывало лишние деньги. Потому что если ЖКХ подешевеет, то треть доходов населения такого основного будут куда-то непонятно на что тратиться. Или просто будут банки вкладывать, которые уже в Украине. Доллар стал под 0,1%. То есть по доллару вообще процентов нету. А по гривне стало, значит, там 5%. Хотя пару лет назад там 8 было, до этого ещё больше. В общем, деньги перестают работать. Я к чему? К тому, что кризис не минуем. Потому что очень много денег, просто не в обороте. Поэтому в любом случае, кризис будут делать искусственно. Как и все кризисы делают искусственно. Их долго планируют. Потом раз в шестилетку там делают. Раз в 20 лет супер кризис. Раз в 6 лет там послабее кризис. Но вот уже как бы давно не было. И, собственно, отвлечение это параллельно во всех странах. Так же самое, как в Австралии сейчас протесты против. Сами знаете, чего вкалывание. Там тут же награли кризис, значит, что китайская угроза. Теперь там крутят по ТВ. Ну, я-то сам не видел, но говорят те, кто там, можно блогеров найти. Которые говорят, что там действительно сейчас очень сильная промывка. Про то, что, значит, Китай может захватить Австралию. И они там, так как континент отдалённый, они, в общем... Ну, промывка началась. И, соответственно, в Китае не знаю, о чём промывают. О том, наверное, что капиталисты хотят нас загасить. Тоже, скорее всего, есть промывка про Китай. Вообще не знаю. Ну, скорее всего, есть. Ну, понятно. Там закрытые СМИ, почему? Австралия, хоть вроде как открытая страна, такие же самые закрытые СМИ. Фиг, какие новости прочитаешь. Кроме того, что там кенгуру где-то проскакало. А вот именно по протесту какие-то отдельные видео появляются. Причём очень плохого качества, непонятно. Где, что, как. И все там такие уровни TikTok. Три минуты там максимум. А то и по 15 секунд. Вот, смотрите, это протест. И показывают какую-то драку. А чтобы полностью посмотреть стрим, я могу посмотреть с этого? Я искал. Если есть, накидайте. Вы как-то можете ссылки разбить. Ну, или в паблик напишите мне. Потому что стримов я не видел. Хотя обязательно должны быть стримы. Всё-таки там интернет есть. В чём проблема? Развитая страна. То, что она на отдельном континенте. И что из-за этого нельзя через спутники, которые вроде как существуют, передавать данные. А тем более там даже и без спутника может. Там оптоволоконные кабели есть. В общем, всё можно передавать. Стримы оттуда во вполне. Люди в Twitter сидят. Люди в TikTok сидят. Наверное, некоторых я подписан, но они ничего не выкладывают. А если написать, он, наверное, меня и забанит. Я специально подписался на нескольких людей из Мельмбурна. Хотел что-то узнать. Но ничего не выкладывают. Выкладывают только на пляже отдыхают. То есть у них там всё спокойно. Поэтому, возможно, даже это вброс. Что там какие-то протесты, я не знаю. Я в этом убедиться не могу, например. Потому что мне нужен стрим, для того, чтобы хотя бы посмотреть, что там происходит, сколько народу и так далее. Этого нет. Но тем более всегда могут на любимом митинге глушить, включить глушилки. Менты сейчас ездят на машинах с глушилками, поэтому могут вполне глушить. Поэтому стрим они будут. Хотя бы запись. Хорошо, телефон у тебя, что не может записать пару часов видео, может, запиши, выложи. То есть проблема всё равно есть в том, что доказательной базы никакой я не вижу. Но кризис нагнетает это точно. Ну и немыслимое уже произошло. Опять же, напоминаю про свой паблик. Всё. Уже как скот. То есть, где исследования, когда успели провести исследования? На беременных. Какого такого фига? Типа развитых странах это будет через год, через два уже. Пока у нас тестируют, я понимаю, и будут потом следить, как это влияет. Я уверен, что они уже проследили, так как это, напоминаю, у меня есть видео, что, значит, то слово, которое нельзя называть, уже в семнадцатом году было. Всё у меня есть на канале. Но без исследования официального какое право имеют колоть беременных? Протеста нету, всё. И многие пишут одну и ту же фразу, ну, это их выбор, пусть сами с собой, что хотят, то и делают. Как? Нифига себе. Это их выбор. Вначале они потом мы, те, которые не хотим. Или вы не понимаете? Если одних уколят, то всё, они уже не на нашей стороне. Вы думаете, что вы спрячетесь? Нет, вы не спрячетесь. Потому что это по всей планете будет. Если их будут сокращать, то всех. И вы не особенный. Поэтому говорите, ну, это их выбор. Типа себя сепарировал, это они, а это я. Вот их пусть, а я, тебя не оставят. О чём ты думаешь, дурачок? Тебя оставят? Ты что уникальный? Нет, тебе насильно, а то ещё и хуже. Ну, то же самое у меня, ну, или вот по этой ссылке. Просто наберите. Доказательства того, что до и после, и после больше с графиками. Графики, понятно, рисуются, но всё равно они даже не стараются статистику сделать себе в плюс. Ну, тут грех про то, что образование не нужно. Ну, и этот ролик. Ну, и самое главное, моё видео, которое, ссылка в описании будет, это про цех. Что такое цех? Потому что вопросы возникают, кто всем управляет. Конкретно тут, конечно, не указано, кто всем управляет, но зато есть масса примеров, чтобы понять их вектор направлений, которые, в принципе, сейчас я описал. Устраивать кризисы, направлять массу людей в нужное им направление, как раз стравливая между собой. Только так. Иначе их мало, нас много. Если нас не стравливать, то мы можем восстать. И мы, я так понимаю, утрачиваем эту возможность после того, как происходит укалывание. Потому что я считаю, что это приведет к бесплодию у тех детей, которые родятся у уколотых. То есть этот будет всплывет только через 15 лет. Ну, когда там первые начнут залетать, и то скажут молодые. То есть через 15-20 лет только это может всплыть. Это очень большой срок. За это время нам чего угодно можно сделать. Они могут куда угодно улететь на этот момент. Тут, когда люди, представляете, что начнется какой апокалипсис, вот как фильмы про зомби показывают. Когда люди одним бесплодны, то есть и дети бесплодны. ладно. Ребенка сейчас вот в зачале родили, это видно, если будет повально. И то уже есть проблемы, есть уже видео, как, значит, у детей осложнения, всякие аллергии, но это такое. Это можно приписать. А вот реально, когда человек вот через 15 лет, вот у вас есть ребенок 15-летний, и ребенок осознает, уже становясь половоззрением, что он последний ребенок на земле, именно это поколение последнее на земле. Представляете, что будет или нет? Задумайтесь. Это не зомби-апокалипсис, это будут умные, но уже полностью, ну как, это и будет то, что, собственно, как описывают в апокалипсисе, что будет полное разбротное шатание, потому что это то же самое, что вам объявили дату смерти. То есть вы не продолжите свой род. Уже все. Никак. там, будут ученые пытаться, стараться, но если этот мега-динс действительно запущен, то, я думаю, над ним поработали так, чтобы не было возможности его так легко убрать обратно. То есть задумайтесь, 15-20 лет, вот ребенок половоззренно осознает, что он, все, у него детей не будет. изменит ли эта культура поведения человечества или нет. Не начнутся ли погромы, там, оргии и так далее. Уже типа мы последние на земле, все. Все закончено, человечеству конец. Ну и так далее. Господь жги. Задумайтесь. Тема-то серьезная. Субтитры сделал DimaTorzok